добрый день дорогие наши партнеры и гости компании apple добрый день дорогие друзья рады приветствовать вас здесь сегодня если вы нас слышите и видите давайте немного протестируем технику поставьте пожалуйста плюсики и так дорогие наши гости партнеры сегодняшнего вебинара мы рады вас видеть мы видим кто сегодня с нами пожалуйста поставьте плюсы как вы нас видите и как вы нас слышите для нас это очень и очень важно хорошо огромное спасибо раз мы протестировали наше оборудование со звуком и картинкой все в порядке мы начинаем сегодняшний вебинар и начнем мы его самого главного конечно это первый этап этап знакомства и так мы будем знакомиться давайте начну я меня зовут индира мне 39 лет по образованию я юрист проживаю в казахстане город кустана и 18 лет я занимаюсь преподавательской деятельностью в одном из лучших вузов северной части страны то из казахстана нравится мне работать с молодежью и я очень этим довольна почему потому что когда ты работаешь с молодежью ты всегда в тренде это всегда позитив это всегда удача и успех и идешь в ногу со временем но бывает так дорогие партнеры когда в твоей жизни в определенные моменты случается такое что хочется чего-то нового хочется новых возможностей что-то изучить что-то получить в этой жизни но и основная конечно же цель это когда чтобы твои желания совпадали с твоими возможностями это очень и очень важно поэтому год зеркальный 2020 год ну наверное сыграл в моей жизни определенную историю и вот благодаря своему спонсору с января 2020 года я в данной компании еще раз здравствуйте дорогие гости уважаемые партнеры меня зовут лязат мне 39 лет я уже 15 лет работаю в школе в отличие от индиры я работаю с маленькими детками это моя стихия я обожаю тебе люблю у меня четверо детей и совсем недавно я стала партнером компании и пил пришла в компанию а пришла как наверное и многие именно на продукт по здоровью но решила здесь строить бизнес я верю в наш успех индира я тоже лязат в это верю ну что же теперь дорогие мои гости и партнеры мы переходим с вами к основной части сегодняшнего вебинара тема такая большая обширная называется презентация возможностей компании и пил наш вебинар будет состоять из двух частей сегодня мы открываем первую часть которая называется качество жизни а продолжение то есть вторая часть мы вас с удовольствием будем ждать 27 мая то есть уже совсем скоро после завтра ну и учитывая то что мысли назад педагоги мы все время как на занятиях до ставим цели определенные и на слайде у себя на мониторах на сотовых телефонах вы можете видеть что цель сегодняшнего вебинара определить преимущество компании и пил сегодня мы поговорим о том вернее поговорим мы вы поразмышляете да что же выбрать на сегодняшнем этапе а именно какое качество жизни вы предпочитаете что для себя вы выберете именно здесь и сейчас особенно если здесь есть новички поставил пожалуйста откликнитесь пожалуйста поставьте плюсики а рядом знак вопроса и так если у нас новички компании и пил пожалуйста поставьте знаки плюсы вопроса рядом это обязательно да и знак вопроса то есть плюсик и знак вопроса мы очень и очень ждем пожалуйста о здорово среди нас есть новички хорошо хорошо у нас только одна гаухар новичок и больше никого нет отлично здорово благодарим среди нас есть новички но я думаю что лиза точно такие же новички которые вот пришли вместе с нами потому что я в компании например всего лишь пять месяцев ну ты у нас отмечаешь полгода ты на месяц меня старше хорошо поэтому вы и мы дорогие новички будем обучаться вместе и в этом я вижу определенные преимущества а почему вы рядом с плюсом поставили знак вопроса об этом и скажем конце нашего вебинара так ну что же на мониторе вы у себя видите такую книгу и мысли азатку горизонтали красный и черный квадрат и всеми известная книга в мире возможно вы ее читали но сто процентов конечно же вы слышали об этой книге известная книга роберта киосаки богатый папа и бедный папа который повествует о судьбе маленького мальчика у которых так сложилось есть два отца оба отца у него замечательные люди он гордится ими почему потому что два отца довольно таки успешные личности но эти личности соответственно отличаются друг от друга образом жизни манеры мышления самое главное наверное манеры мышления и перед мальчиком встает определенный выбор какой же дорогие друзья мы сегодня предлагаем вам как раз таки и немного окунуться в это произведение сегодня мы предлагаем вам сыграть роль этого мальчика и поставить для себя вопрос что же ждет меня в будущем мы же с индирой возьмем на себя роль богатого папы и бедного папы да хорошо ну давай определим роли да ну учитывая то что я помладше тебя я возьму наверное роль бедного папы ты у нас ты же мой спонсор я тебе предлагаю взять роль богатого папы вот таким образом да мы смоделируем ситуацию и таким образом мы с вами откроем презентации возможности компании fpl в чем же преимущество и так начнем с первого нашего слайда с первого основного элемента который называется конечно же образование и так я играю роль того самого бедного папы все мы проходим через систему образования дорогие партнеры почему потому что это необходимо это важная составляющая часть в жизни каждого человека мы должны получить среднее образование почему потому что во многих странах это входит в нашу прямую обязанность мы получаем аттестат и идем дальше куда дальше в колледж либо в университет для чего мы поступаем в колледж для чего мы поступаем в университет да для того чтобы получить тот самый долгожданный диплом стать дипломированным специалистом в отрасли юриспруденции экономики сельского хозяйства и так далее и тому подобное диплом нам нужен для чего для того чтобы мы начали работать работали для чего для того чтобы зарабатывать деньги а деньги для чего нам нужны на самое элементарное чтобы мы могли себя обеспечить детей поднять на ноги да ну покупать одежду и так далее и тому Вот так я вижу, например, систему образования на сегодняшний день. Садик, школа, вуз, колледж, диплом, работаем. И так всю жизнь. Хорошо, это отлично, Индира. То есть мы пошли в детский сад, мы закончили среднюю школу, мы получили образование в вузе. Но, друзья, на сегодняшний момент, в эпоху, когда робототехника, когда робот заменяет человека во многом, во многих отраслях, что происходит с человеком, который просто-напросто становится невостребован? Что происходит с его дипломом? Он просто-напросто пылится, он просто-напросто превращается в бумагу. Так вот, друзья, как раз-таки МЛМ в данном случае становится спасением для тех людей, кто хочет успешно развиваться, для тех людей, кто хочет дать своим детям яркое, не побоюсь этого слова, яркое будущее, кто хочет обучать своих детей в дорогих вузах. Вот именно как раз МЛМ в данном случае становится спасением. В период пандемии, вот как раз-таки сейчас, как раз-таки сегодня, да, когда мы все закрыты, сетевой маркетинг как раз-таки и для нас некий спасательный круг. Все, кто сидит дома и не может как-то себя реализовать, здесь мы работаем, здесь мы становимся успешными, и наши чеки растут. Не здорово ли, Индира? Да, наверное, здорово. Ты начинаешь потихонечку меня уже в эту тему посвящать, а я бы хотела в свою очередь вообще задать, ну, такой вопрос. Я человек, который далеко от бизнеса, от сетевого маркетинга и так далее и тому подобное. Вот ответь назад мне на такой вопрос. Что такое сетевой маркетинг на сегодняшний день и в современном ее понимании? Индира, сетевой маркетинг – это продвижение товара от производителя до потребителя, минуя всех посредников. Вот если мы возьмем даже, к примеру, да, ну, тот же самый гаджет, да, который любим нам всем – это смартфон. То есть пока он придет к нам от завода, он минует гораздо больше ступень, чем мы можем себе предположить, и он получает как раз-таки, вернее, на него накладывается, ну, мы сами понимаем, да, один перекупщик, второй, третий, четвертый, и сумма на него растет, да, а как раз-таки в сетевом маркетинге этого нет, понимаешь? Это как раз-таки прямое, вот именно от завода до потребителя. В этом преимущество. Вот. Что хочу сказать по поводу продукта компании ЭПЕЛ, вот что производит именно наш завод, вот именно та отрасль, которой занимается компания ЭПЕЛ – это велнос. Что такое велнос? Велнос – это красота, велнос – это здоровье, велнос – это здоровый образ жизни. И наша компания производит как раз-таки такой продукт, который позволяет нам быть здоровыми, быть молодыми и просто блистать, ну и при этом еще, конечно, зарабатывать деньги. Хорошо, Лиза, соответственно, ты меня убеждаешь в том, что компания ЭПЕЛ на сегодняшний день является одной из самых лучших компаний в мире. Это огромная индустрия, которая готова, а, оздоравливать людей, б, получать огромные доходы, да, и, с, скажем так, ну, быть красивыми, молодыми, энергичными. Я правильно поняла? Да, ты поняла меня верно. Хорошо, но чтобы руководить этим всем, я думаю, что нужен человек, который все это основал, который это все показал, который все сейчас делает необходимое для того, чтобы компания процветала, чтобы люди оздоравливались, были красивыми, успешными и ни в коем случае себе ни в чем не отказывали. Есть такой человек? Конечно, Индира, есть такой человек. Президент компании – это Сергей Сергеевич Куликов. Это молодой человек, человек грамотный, с далеким видением. Он прошел этот путь от молодого сетевика до президента компании. Он ежедневно обучается сам, он обучает своих партнеров, он готов привести каждого к успеху, и он делает для этого все. Не случайно для нас как раз-таки и создан интеллектуальный университет, где мы получаем знания. И что, в чем фишка всего этого, понимаете, здесь мы работаем командно. То есть смотри, система президент на данный момент, он проводит марафон для партнеров, для лидеров компании. Они, в свою очередь, обучают своих партнеров, те, в свою очередь, обучают нас. То есть это все систематизировано, то есть это командная работа, это огромнейший плюс. То есть бесплатное образование и всегда, что немаловажно, рука помощи партнера и спонсора. Хорошо, огромное спасибо, Лязат. Ну, соответственно, вот, наверное, на первом таком пазле, да, соответствующий диагональ красная и черная в стиле, да, Ну, я не знаю, судить нашим партнерам, Лязат и гостям, кто выигрывает, да, твоя красная зона или моя черная зона. Ну, по крайней мере, здесь я прочитываю в чате отзывы наших партнеров, и я вижу, что ты сейчас лидирующих, соответственно, ЭПЛ достойно показывает свою систему обучения и учит людей ни в коем случае не останавливаться, а двигаться вперед, получать новую профессию, которая называется сетевой предприниматель. Да, сейчас все, ты говорила о робототехнике, сейчас все действительно оцифровывается, сейчас все делается на расстоянии, все партнеры могут находиться, кто в Германии, кто в Казахстане, кто в Испании, в России, Беларуси, Украины, и могут общаться. Это здорово. Хорошо. Ну, обучение обучением, я думаю, что все со мной согласятся, обучаемся, трудимся, работаем, но вот я, как обыкновенный гражданин своего государства, я еще думаю, что можно и посвятить себя, наверное, отдыху. Почему? Потому что отдыхать нужно. Вот, к примеру, у нас пятидневная рабочая неделя, субботы и воскресенья – это выходные дни. И как устроить свой досуг? Ну, я, к примеру, знаю, да, что каждая семья привыкла традиционно по-семейному отдыхать. Ну, это что могут быть? Это могут быть всевозможные дни рождения, дни рождения детей, родителей, супруга, супруги, множество родственников, да, это очень здорово. Юбилей есть, свадьбы есть. Вот, в моем понимании, праздники для меня – это все. Это семья, это быт, мое ближайшее окружение, это коллеги, коллеги-коллег и так далее и тому подобное. Ну, еще можно сюда вот под уху, наверное, назвать какие-то корпоративные вечера. А вы как-то по-другому отдыхаете? Конечно, Индира, безусловно, мы отдыхаем по-другому. Так ярко и так красочно, как, наверное, никто другой. Давайте подробнее остановимся на мероприятиях, которые как раз-таки проходят в компании. Я тебе скажу больше. Сергей Сергеевич в каждом мероприятии, в каждом организации, в каждом мероприятии относятся очень серьезно. И Ольга Куликова, его супруга, она как раз-таки является креативным директором, они продумывают все досконально, до каждой мелочи. Смотри, есть такие мероприятия, как April Planet – это годовщина компании, ну, любимая нами день рождения. April Seasons – это обучение, которое проходит в мае месяце. Летняя Академия – это преодоление страхов. Наверное, то, что нужно каждому представить, да, как будет здорово попасть туда. Golden People – конечно, день рождения президента компании. Вебинар от президента. Ориентировочно это первый понедельник месяца. Ну, и, конечно, лидеры компании, каждый у себя в РЦО, в офисе, да, проводят такие мероприятия, как ПВК, как УСП, про продукт. Это тоже своего рода праздник. Почему это праздник? Да потому что мы встречаемся, мы общаемся. Наш круг настолько расширяется, ты даже не можешь себе представить. Это не только люди из одного города, я тебе скажу больше. Мы общаемся всем мира, мы общаемся все вместе. Вот сейчас даже, вот, судя по тому, сколько гостей, да, в вебинарной комнате, посмотри, это разные страны, и это здорово. Это ли не праздник? Это огромнейший праздник для нас. Хочу сказать, что когда я только пришла в компанию, буквально через неделю мне посчастливилось побывать в Москве. Кстати, впервые была в этом городе. И я попала на такое мероприятие, как April Planet. Скажу вам, дорогие новички, что на таких мероприятиях быть нужно, и это обязательно. То есть мы, когда мы в этой рутине, когда мы дом, работа, семья и прочие моменты, мы очень мало времени уделяем отдыху. Но когда я побывала в Москве, когда я прониклась в этой атмосфере, эти эмоции со мной до сих пор, понимаете? Это всё было настолько грандиозно, это было настолько ярко, это было настолько красочно. А что самое интересное, понимаете, эти эмоции живут до сих пор со мной. И эти фотографии, которые были сделаны профессионалами, вот смотрите, насколько всё продумано, да? Это много фотозон, различные фотозоны. Это профессиональные фотографы, которые работают на нас. Это суперинструмент для дальнейшей работы. То есть скачал, залив контент, и это классный инструмент. То есть те люди, которые наблюдают за нами, они просто в шоке, где ты был. Помнишь, ты у меня спрашивала, да, это где, это откуда? Так вот, это супермероприятия, да, на которых нужно быть. Но ещё огромнейший плюс – это снова же, это много друзей. Друзей, это мотивация, это встреча с лидерами, это куча эмоций. Вот эти эмоции до сих пор живут во мне. Вот сейчас я рассказываю, я заново переживаю все эти моменты. А ещё я была участником Би-Би-Эса в городе Алматы. Кстати, и там я тоже была впервые. Прямо вот за счастье я вот благодаря компании ЭПЛ побывала в Алматы. Да, казалось бы, да, мы живём в Казахстане, казалось бы, тут рядом. Ну, снова же всё некогда, всё некогда. Но я была на этом мероприятии. Меня пригласили в качестве спикера. Огромное спасибо, конечно, Перезад. И я выступала. Для меня это была первая большая сцена. Вот так вот. То есть это рост. Это рост лично для меня, как для спикера. Это когда ты стоишь на сцене, и когда смотрят на тебя, и когда ты вот тут вот такой в голове сумбур, и ты не понимаешь, что происходит, где ты сейчас и что это. А потом это вот такая настолько эйфория с тебя. Это фонтан эмоций. Но это круто. Ребята, на мероприятиях, которые организовывает компания, нужно присутствовать, нужно быть. Это нужно пережить. Этим нужно пропитаться, и это нужно прочувствовать. Вот как раз-таки к чему я вас и призываю. Вот так вот проходят праздники в нашей компании. Хорошо, здорово. Ляза, ты у нас человек эмоциональный. Когда ты говорила о своих поездках в Москве, как ты организовывала Бибис, мне такое ощущение, что ты немножечко даже хотела сплотнуть. Вот как бы слезы радости. Ты у нас человек эмоциональный. Но что касается меня, вы знаете, честно скажу, дорогие партюры, вот все вырывается наружу, хочу сказать. Но не могу. Почему? Потому что я нахожусь сейчас в своей роли. Хорошо, но судя опять-таки по тем, скажем так, смс-кам, которые пишут и гости, и наши партнеры, ты находишься в выигрышной позиции, Ляза, да, хочу сказать. И пока у нас с тобой 2-0. Я тебе пока уступаю. Пока ножки вообще проиграют. Я не знаю. О, очень интересный вопрос. Да, следующий слайд, обратите на это внимание. Ну, у кого-то свобода, как у Ляза, да? Но у меня что-то так, работа по найму, практически за станком. И сейчас давайте поговорим о работе. Кто любит работать? Ну, я скажу. Почему? Потому что я хожу на свою любимую работу. Я работаю за студентами. Мне это нравится. Почему? Потому что энергетика. Это всегда энергия и всегда позитив. Но, когда я прихожу на работу, да, и многие из вас, когда приходят на работу, когда только начинаем приходить и вступать в какой-нибудь госорган, в компанию, мы всегда заключаем всеми наш любимый трудовой договор, да, в котором прописываются всегда права, обязанности и ответственности. Потом, когда устраиваешься на работу, есть всегда будильник, который звенит возле каждое утро, и который звонит, то у кого-то в 6 утра, у кого-то в 7 утра, у кого-то в 5 утра. То есть начальник у меня на работе плюс будильник, который меня зазывает. Индира, давай вставай, нужно зарабатывать деньги, прогулы нельзя делать, да? Обязательство. Обязательство, конечно. Полная ответственность. Я несу ответственность. Просыпать не могу. Опаздывать на занятия я свои не могу. Почему? Потому что, ну, могут применить кучу дисциплинарных взысканий от выговора, да, и, не дай бог, конечно, увольнения. Отрабатываю, работаю 5 раз в неделю, суббота, воскресенье, выходной, и я этому, конечно же, радуюсь. Я так думаю, что не только у меня одна и такая ситуация, наверное, у многих, кто работает, ну, практически, наверное, больше половины земного шара работает так, как я. Отлично. Вот тебе, что хочу сказать, Индира, что отличает как раз-таки сетевика от человека, который работает по найму. Смотри, давай снова же проведем грань. Так, по поводу обязанностей. По поводу обязанностей. Так, я человек, который работаю сам на себя, да? То есть я сама регулирую, да, что я буду делать сегодня, чем я буду сегодня заниматься, да? То есть пойду я сегодня в офис или не пойду, это мой бизнес, да? И строю я его сама. Перед кем я несу какие-то обязательства, да, перед кем? Только перед собой. То есть если я хочу успеха, я буду работать. И нет надо мной директора, нет человека, который будет мне что-то там приказывать или что-то там говорить. Хорошо. То есть, Азат, ты хочешь сказать, что ты сама себе хозяйка. Когда хочешь, тогда встаешь. Когда захочешь, пообедала. Обеденный перерыв. Поужинала. Когда захотела, все свернула и пошла гулять. Ну, к примеру, занимаешься шопингом. Так ведь? Сколько часов? В три часа дня. Я себе, например, этого позволить не могу. Сколько часов в день ты работаешь? Много. Восемь. А я, будучи сестивиком, могу поработать два часа, могу поработать три часа, могу поработать, ну, сегодня, если захочу, я могу поработать пять. И мне за это ничего не будет, понимаешь? Я могу поработать в три часа ночи. А ты можешь это сделать? Нет. Ты можешь преподать урок студентам в четыре часа утра? Нет. Нет. А я общаюсь со своими партнерами тогда, когда удобно мне. В двенадцать ночи, ну, потому что бывает такое, что, да, мы знаем, что есть часовые пояса, да, бывает три часа ночи, да, снова же, где-то утро, где-то ночь, но бывает, что в восемь утра, а бывает, что в воскресенье я, конечно, общаюсь со всеми, но в понедельник я решила отдохнуть и просто выехала на природу с детьми. А ты можешь себе такое позволить? Ну, что касается понедельника, да, здесь вообще четко ясно, да, видно, в понедельник их мама родила. Почему? Потому что мы сидели после выходных. Понедельник – день тяжелый. Это еще в понедельник нужно заставить себя работать, чтобы к среде сказать, когда же уже те самые заветные выходные. А вот по поводу локации, смотри, Индира, я могу работать там, где мне удобно. Я тебе расскажу такой случай, когда мы ехали по пути в Алматы, да, я заключила контракт. Это как? Вот так вот. Смотри, насколько заботится компания о нас. У нас бизнес на ладони, да. То есть у нас есть бэк-офис, нам не нужно с собой носить огромные компьютеры, нам не нужно с собой носить такую огромную технику для работы. Это просто смартфон, в котором есть бэк-офис. И благодаря этому гаджету, как смартфон, да, в нем этот бэк-офис, мы регистрируем эта работа онлайн. Вот о чем говорим. Это бизнес на ладони. И вот, смотри, по пути в Алматы я сделала, я зарегистрировала человека, а это контракт, да. Смотри, а можешь ли ты преподавать, допустим, сидя дома на диване? Нет, ни в коем случае я этого сделать не могу. Почему? Потому что нужна аудитория, нужно специальное оборудование, демонстрировать свои лекции, практические занятия. Я в этом плане, конечно же, в проигрыше. Ну вот. Так, ну хорошо, работа, работа. И здесь мы подведем очередной счет следующего пазла, следующей презентации. 3-0. Вы опять у нас, Лязат, находитесь в лидирующих позициях. Я пока отстаю. И даже тебя поддерживают партнеры. Хочется сказать, партнеры наши ведь наши, но я исполняю свою роль, мне нельзя отходить от этой роли. Хорошо. Что касается, скажем так, работа понятна. Мы годами можем работать. Почему? Потому что это необходимо, это нужно. Почему? Потому что не работая, денег не заработаешь. Не будет денег, соответственно, ты не пойдешь в магазины и не купишь любимую сумочку, туфли, помаду, да все, что угодно. Я люблю отдыхать. Я радуюсь, когда наступает время отпуска. Ну, кстати, мне еще месяц надо отработать, и я пойду в ежегодный свой оплачиваемый отпуск, который предоставляется раз в год. Да, пожалуйста, спрашиваю. Индия, расскажи, пожалуйста, а как часто ты путешествуешь? И куда ты ездишь? Как часто я путешествую? Ну, скажем так, при удобном случае я могу вот как раз-таки поехать за границу раз в год. Себе это я могу позволить. Если с финансами туго, да, и не совсем получается, скажем так, подкопить в отпуск, да, ну, сделали в квартире ремонт, обновили мебель, ну, то, соответственно, от путешествий приходится мне забыть мне и члена моей семьи, поэтому отдыхаем только в пределах, ну, скажем так, родного края. За границей отменяется. Хорошо, еще такой вопрос тебе, Невера, задам. Когда вы путешествуете, с кем ты выезжаешь? Ну, как правило, ну, могу одна, но когда я была не замужем, одна выезжала всегда. Ну, сейчас семья, соответственно, берем всю семью в охапку, ну, всю семью, это дети, супруг любимый и я. Хорошо. Насколько интересно вот вам, вашей семьей вот так вот отдыхать? Я так немного с таким этим подводом. Да, ну, здорово. Как всегда, любой отдых – это едешь в любимую страну, заселяешься в хороший крутой отель, ну, и, соответственно, предоставляется море, пляжи, еда, разные экскурсии. Вот так вот мы проводим время. Ну, отлично, хочу я тебе сказать. А вот теперь смотри, по поводу путешествий в компании APL. Ежегодно, ежегодно компания организовывает круиз. Это не просто круиз, это сказка. Это бомба. Я не была, но, судя по фотографиям, судя по видео, Индира, там нужно быть. Во-первых, давай разберем плюсы. Во-первых, мы едем, я заметила, да, я уже говорю «мы», то есть я уже там. Это путешествие командой. Представь, лига молодежи, да, это вот огромное количество молодежи. Это когда все зажигают, это когда драйв, это когда кураж, да, это когда супер. Смотри, когда ты едешь с семьей, вы выходите куда-то, да, вы там что-то посещаете, наверное, какие-то, да, интересные места. А представь, это когда ты едешь с огромным количеством друзей. Это сколько эмоций. Это когда одна эмоция подхватывает другую. Я снова человек эмоциональный, меня сейчас будет заносить. Но это действительно так, когда ты отдыхаешь командой и когда это организовано, когда каждый день спланирован и когда это мероприятие тематическое, это совсем другое. Круизы организовываются один раз в год, но выбираются самые классные лайнеры и по самым сказочным местам мира. Что нужно сделать, чтобы попасть на круиз? Нужно выполнить условия два шага, да, пройти два шага, и мы попадаем на круиз. Шаги, они доступны для каждого, для того человека, который хочет отдыхать, потому что без труда, мы говорим своим детям, да, не выловишь рыбку из пруда. Поэтому, если ты хочешь круто отдохнуть, нужно просто в течение года немного поработать. И тогда ты обязательно проведешь это классное мероприятие, это тематическое путешествие вместе с друзьями, вместе с партнерами, вместе с лидерами компании APL. Хорошо, здорово, Лиза, ты меня начинаешь потихонечку убеждать, что действительно ваши ежегодные путешествия, и даже случается так, я поняла, что в год вы можете это планировать несколько раз, это просто и просто супер, это шикарно. Почему? Потому что путешествуете по разным странам, видите многое, да, не каждый себе действительно это может позволить, в том числе и я. Хорошо, между тем мы предлагаем нашим дорогим гостям и партнерам поговорить еще о интересной теме, которая называется заработная плата, или как кратко мы привыкли себе называть ЗП, да, и когда радуемся, когда на карточный счет падают деньги, о, упала заработная плата. У всех такие есть смс-банкинги и уведомления. Хорошо, давай поговорим, Лиза, о заработной плате, ты в очередной раз попробуешь меня убедить, какая же заработная плата. Итак, я работающий человек на своей любимой работе, буду говорить, на любимой работе, да, ежемесячно я заработную плату, ну, сейчас не буду дорогим партнером озвучивать, средняя статистическая, ну, в пределах Казахстана, да, ежемесячно падает заработная плата, я этому радуюсь, почему? Потому что, когда падает такая заработная плата, ты себя морально чувствуешь удовлетворенным. Почему? Потому что это стабильность, кредиты в банке не берешь. Почему? Потому что есть у тебя хорошая зарплата. Ну, и, соответственно, когда получаешь эту самую зарплату, ты можешь себе, опять-таки, позволить купить все, что угодно. Но в этом получении заработной платы, лично я, я вижу некую стабильность. Почему? Потому что постоянная работа, постоянная заработная плата, есть премиальные, есть бонусная система оплаты, и все, я это получаю. Вот мне это нравится. Да, вот у вас сейчас говорит, что люди есть, люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, ты у нас бедный папа, и не забывай, что люди берут кредиты, и бывает, что люди берут, наверное, еще что-то, просрочку. Как ты думаешь? Есть такое? Ну, я думаю, что да. Хорошо, смотри. А устраивает ли тебя это? А не хочется ли тебе чего-то нового, чего-то большего? То есть ты идешь в магазин, и когда твой ребенок, как говорит Мария Август, вот так вот он показывает на игрушку, и ты просто, несмотря на ценник, вот ты можешь себе это позволить, несмотря на ценник, вот просто взять эту машину, такую большую машину, купить ему? Ну, на цены, скажу сразу, на цены приходится смотреть, хотя мы любим дорогостоящие игрушки, скритчеры и так далее и тому подобное, которые вот оригиналы привозят за границы, да, приходится брать. Почему? Потому что единственный ребенок в семье, и ни в коем случае не хочется его обидеть. Вот многие говорят, да, сейчас процитирую моя Мария Август, да, как она говорит, помнишь, Индира, она говорит, деньги – это зло. Но заходишь в магазин, зла не хватает. Вот партнеры компании APL как раз-таки так не говорят. Я тебе скажу, да. Раскрой секрет, пожалуйста. Секрет очень прост. Смотри, компания APL в одном календарном месте 4 отчетных периода. Это с 1 по 7, с 8 по 14, с 15 по 21, дорогие друзья, и с 22 по 30, либо 31, да, то есть до конца месяца. Представьте, где вы еще получите зарплату 4 раза в месяц. А разве такое бывает? Компания. Докажи, почему? Потому что я не уверена, чтобы каждую неделю тебе компании кто-то вообще платил, и ты говоришь о огромных суммах денег. Ну, я не верю в это. Ну, смотри, это маркетинг-план компании, да, маркетинг-план компании. Вот как раз-таки здесь, в компании APL, это именно так. То есть проходит неделя, и ты, если ты хорошо поработал, соответственно, ты получил хорошую зарплату. Ну, тот человек, который будет работать, тот человек, который хочет успеха, он будет, да, приглашать людей, он будет строить команду, да, он будет активно развиваться, и он будет получать зарплату 4 раза в месяц. Ну, конечно, в отличие от тех, кто предпочитает сидеть на диване и, ну, так, полагаться на какую-то, не знаю, на какую-то удачу, которая вдруг нечаянно залетит к нему в окно. Конечно, такого не будет. Но тот человек, который хочет больших денег, он должен свой диван иногда проветривать, то есть делать какую-то определенную работу. Я тебе скажу больше, что в компании существуют еще и виды, то есть бонусы, да. Смотри, они делятся на начальные, основные, специальные и люксовые. Смотри, начальные – это комиссионный из продаж и возвратный бонус. Основные бонусы – это стартовый, групповой, лидерский и структурный бонус. Следующие бонусы – это специальные бонусы. Это пенсионный бонус. Смотри, Индира, снова же, давай остановимся на этом моменте. Пенсионный бонус. Когда ты будешь получать свою пенсию? То есть, когда ты достигнешь определенного... Ну, конечно, у нас это 63 года, свою пенсию я получу в 63 года. Ой, ну, до этого очень далеко. С другой стороны, не хочется. Хочется оставаться всегда молодыми, красивыми и не думать о пенсионном возрасте. Но рано или поздно пенсионный возраст настигнет. Ну, смотри, а пенсионный бонус – это же некая копейка, то есть, это такой звон в твоем кошелечке. Это же круто. Вот в компании APL как раз-таки этот пенсионный бонус можно получать уже через год. Представляешь? Здорово. Есть еще представительский, актив-бонус и директорский бонус, директорский бонус и бонус руководителя. Есть еще, конечно, самые вкусные бонусы – это люксовые. То есть, это поездки, это денежные премии, это украшения, да, это пентхаусы, представь, да. То есть, там, где ты захочешь, тебе могут купить в любой точке мира пентхаус. Хорошо, Лиза, ты можешь сказать, вот работай в компании APL, да, вот, только ответься и не обманывай. Какие бонусы ты сейчас получаешь? Ну, конечно, я сейчас получаю стартовый бонус, групповой и лидерский бонус. Вот так вот. И есть чеки, которые известны тебе. Да, мне точно известны. Вот так, в компании еще существует, то есть, в компании можно достичь 14 квалификаций. Это менеджер компании, это старший менеджер, это директор, старший директор, управляющий директор, да. Это корпоративный директор, национальный директор, международный директор, это премьер-директор, амбассадор. Какое красивое название, амбассадор. Конечно, с его преимуществами, там, и с его, с теми возможностями, да, которые есть у амбассадора. Золотой амбассадор, платиновый амбассадор, даймонд амбассадор и кромом амбассадор. Это то, к чему стремится каждый лидер компании APL. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да. Так вот, как раз-таки те возможности, да, которые дает именно этот статус, это огромные возможности индивера. Это большие деньги. Хорошо, а теперь обратите внимание на следующий слайд, в котором у нас продемонстрирован мальчик, тот самый мальчик, который имеет двух пап, и он держится за голову, да, и думает, что делать, как быть. Не хочется никого обидеть, ни одного из пап. Так, демонстрируя именно как раз-таки вот в таком алгоритме и в таком диагонали преимущества компании APL, я надеюсь, наши партнеры и гости это поняли, что ни в коем случае не надо задумываться, приходить в компанию APL или а что делать, а может быть не получится у меня, если ты только что пришел в эту компанию, да. Нужно идти и строить свою команду. Не останавливаться ни на чем, ни на плохое настроение, ни на плохое самочувствие, да. Ну, у меня тоже перепады настроения бывают, почему? Потому что я метеозависимая. И как учат наши вышестоящие спонсоры, всегда идти вперед, планировать свой рабочий день в графике. Это очень важно. Учиться, учить других, работать, учиться в бэк-офисе, золотой наш бэк-офис, ведь когда его открываешь, там есть абсолютно все. Это настоящий крутой инструмент на сегодняшний день. Просто не нужно лениться. Иногда бывает так, что наша лень преобладает над нами же. Вот у меня, честно скажу, такой минус тоже есть. Дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что Индира все это эмоции с нее пошли. То есть она вышла из роли бедного папы, она больше не может молчать, и она говорит о преимуществах компании. Ты заметила? Да, да, я заметила. Почему? Потому что на протяжении всего вебинара мне трудно было сдерживать. Почему? Потому что ты хвалилась, ну, а я вот так вот скромно, скажем, сидела. Почему? Потому что я, конечно, как ты, как новичок еще пока не поучаствовала в EPL Season, Planet, не ездила в Москву именно с компанией EPL. Но в городе своем родном Кустанае, тихом, маленьком, я организовывала BBS. И когда проходила организация этого BBS, я действительно окунулась в ту приятную атмосферу. И это, вы знаете, было очень и очень здорово. Поэтому делайте выводы, что преимущества компании EPL, они масштабны. Здесь задействовано столько стран. Несмотря на моря, океаны, перелеты, на каком бы языке мы не разговаривали. Почему? Потому что ты здесь, ты научишься разговаривать жестами, выучишь и языки, и будешь в струе компании EPL. Вот именно таким я вижу основные преимущества. Но мы молчим еще, конечно же, о продукции. Так ведь? Ну, это вторая часть. Стоп, Индира. Давайте немножко сегодня закончим. А потом уже нашим гостям расскажем, что будет в следующей части. Дорогие друзья, смотрите, Индира не выдержала. Она стала говорить о преимуществах компании. Она вышла из роли. Смотрите. А я хочу обратиться к новичкам, которые пришли и которые в начале вебинара поставили знак вопроса. Поставите ли вы сейчас восклицательный знак? Остаетесь ли вы с нами? Становитесь ли вы партнерами компании EPL? Какое качество жизни вы для себя выбираете? Итак, новички. Ждем обратной связи. Новички, мы ждем. Почему? Потому что вас хоть мало было, но вы поставили в начале вебинара знак плюс и вопрос. А теперь вот нужно ответить на этот самый вопрос. Светлана ответила, что она остается. Гаухар с нами. Это здорово. Отлично. Хорошо. Мы рады. Как раз были в начале два новичка, и все наши новички поставили восклицательные знаки. Это супер. Огромное спасибо новичкам. Ну, мы такие же новички, в принципе, как и вы. Хорошо. Ну что, Лиза, первая часть завершена? Я подведу итог. Мне очень понравилось сегодня с вами вести такой некий диалог, да, поговорить с вами, поразмышлять о качестве жизни. Ведь качество жизни — это наше будущее, да, это будущее наших детей, и мы имеем право его выбирать для себя. То есть приложить некие усилия, то есть где-то, когда-то что-то начать и просто быть успешными во всех отношениях. Ведь жизни нужно взять, жизни нужно взять, у меня на жизнь планы огромные, поэтому я здесь, как раз-таки в компании. Да, теперь подведем итоги. Давай посмотрим, сколько было сегодня гостей. Так, ну, гостей ровно 300 показывает. Здорово. Круглое, круглое число. Хорошо, здорово. Действительно, очень много стран, очень много информации в чате. Мы это все видели. Огромное спасибо. Ну и, конечно же, напоследок нам бы хотелось поблагодарить наших вышестоящих спонсоров. Ерденова Умсына, Вячеслава Гердезгагена за то, что поверили в нас, за то, что, наверное, вложились силы. Почему? Потому что они всегда нам помогают, советами, где надо пожурят, поругают. Но это необходимо. Почему? Потому что нужно учиться у своих спонсоров. Ну и отдельное спасибо, конечно же, Ларисе Гуковой, которая пригласила нас в спикерский чат. Сегодня, слезат, у нас первый вебинар, наш дебютный вебинар. И мы очень этим гордимся. Мария, огромное спасибо, Мария Август, вам за то, что вы тоже были сегодня вместе с нами. Почему? Потому что мы неоднократно выходим с вами на конференции в Zoom. Вы также учите нас работать. Огромное спасибо за поздравления. Огромное спасибо за поддержку. Мы чувствуем это тепло. Прям идет от монитора к нам. Огромное спасибо всем, тем, кто дает нам обратную связь. Мы вас ждем на второй встрече, да, вторая часть ПВК. И мы поговорим уже о продукте, то есть про продукт. Ну что, говорим всем goodbye, до свидания. До свидания. На всех языках мира мы рады. Хотя мы и не видим вас, но огромное спасибо. На этом мы совершаем наш вебинар. Благодарим всех. Да. Спасибо. Спасибо.